Добрый вечер! Вы смотрите экстренный выпуск программы Телемикс Новости в студии Полина Мельниченко. В эту ночь в городе и селах стала стремительно прибывать вода. Началась массовая эвакуация людей. Во второй половине этого дня наиболее обостренным участком стал район Семи Ветров. Губернатор региона Олег Кожемяка и глава округа Евгений Корж выехали на место и оценили масштаб проблемы. Район Семи Ветров у Сурийска такого размаха стихии еще не встречал. На этот раз река разлилась до супермаркета. В плену оказались жители практически всех многоэтажек. Накануне ночью начался стремительный подъем уровня воды. Спасатели приступили к эвакуации. Стоит отметить, что высота дамбы 9 метров, а уровень воды поднялся на 10. Такого не было за всю историю метеонаблюдений. Да и окончательно завершить строительство сооружения планировалось в октябре. Потому конструкция напора воды не выдержала. Сейчас здесь дежурит техника МЧС. Работает лодочная переправа. Людям помогают вывозить вещи. В целях безопасности район обесточен. Весь день в усырийских селах продолжается эвакуация жителей с потопленных территорий. Задействованы все силы и средства специальных служб. Накануне ночью прибыли дополнительные силы из Амурского филиала и края. Итого около сотни специалистов в форме спасают людей. Работает больше 20 моторных лодок, десятки спецмашин. Три пункта временного размещения готовы принимать подтопленцев и оказывать помощь. «Истра Горизонт» – это пункт временного пребывания, на который люди приходят, если им нужно кратковременно прибыть. И проходят там медосмотр. Все остальное, если им необходима ночевка, их переселяют, перевозят на Блюкера 36. «Большое спасибо нашим жителям. Очень много откликнулось. У нас выходные. Пожалуйста, запишите наш номер телефона. У нас есть лодка, у нас есть большую проходимость и транспорт. И люди звонят и присоединяются к спасательным работам». Тайфун Ханун принес 132 миллиметра осадков. Это гораздо больше прогноза синоптиков. Специалисты призывают не поддаваться панике. Повсеместно по региону люди создают опасные ситуации, отправляясь на транспорте в самый разгул стихии. «Могу просто обратиться к жителям о том, что мы не раз говорили о том, что вот в такую пору, когда стихия бушует, когда непредсказуемость затопления дорог, она приводит, к сожалению, к несчастным случаям, что мы видим на наших дорогах. Поэтому нет такой необходимости, кроме машин специальной помощи, специальных машин, выезжать на дороге. Лучше подождать сутки-двое дома, но быть уверен, что тебя не смоют в дороге». Сложная обстановка и в селах, и в городе. По данным оперативного штаба, подтоплены 19 многоэтажек и 800 домов частного сектора. Без напряжения остается полторы тысячи уссурийцев. Из положительного на помощь в наш город едут еще 100 спасателей из Камчатки. Сразу после схода воды сотрудники МЧС начнут оперативно ликвидировать последствия. Ольга Муравьева, Алексей Максимов, Телемикс. Глава региона провел в администрации округа заседание оперативного штаба. Специалисты определили самые болевые точки в округе. Сверились по силам и средствам для помощи местным жителям. На вечер субботы отсутствует автомобильное сообщение с Богатыркой, Монакина, Улитовкой, Яконовкой, Корсаковкой, Пушкино, Кугуками, Утесным, Красным Яром и Леневичами. Непростая обстановка и в черте города практически каждый микрорайон пострадал от стихии. Затруднены и не везде есть проезды в сторону железнодорожной слободы и Междуречья. В соседнем Октябрьском районе отмечают, что уровень воды начал спадать. В нашем округе такой динамики пока нет. Но изменения картины в лучшую сторону ожидают к завтрашнему дню. Сегодня специалисты настоятельно рекомендуют из подтапливаемых территорий эвакуироваться в пункты временного размещения. Информационную помощь и прием сообщений от людей в круглосуточном режиме оказывают по телефону 38-02-06. Губернатор края дал поручение семьям с детьми, пожилым, инвалидам и вдовам оказывать помощь в первую очередь. Междуречья – район, который за несколько дней готовился к возможному поднятию воды. Особенно дома вдоль дамбы по Выгоной и Зеленского. В нашем сюжете пример отличного взаимодействия опытных домоуправителей и спасителей. Ирина Мигунова оказалась в нужное время и в нужном месте, причем в нужной форме, чтобы подойти ближе к людям в форме. Подстанция во дворе Зеленского 34 – электрическое сердце Междуречья. Сухая и исправная. Чтобы так и продолжалось, уже сутки во дворе работают спасатели из находки. Хотят за дамбу перекачать воду, которая здесь. Если получится, конечно. Попытаемся. Пожарные начали работу еще вчера после обеда. Воды во дворе было по щиколотку. Но полный подвал, переживать о котором консьержи дома Владимир и Александр начали заранее. Выключили все оборудование, связались со спасателями, не спали трое суток. Мониторили уровень воды и оказывали необходимую помощь службам. Это щитовая вся ВРУ полностью дома. И как вы за ней следите? Вот, у нас есть там отверстие. И мы смотрим уровень воды. То есть измеряем, насколько он поднялся или опустился. Еще в 3 часа ночи в подвал на Зеленского 34 пожарные полностью практически откачали. И казалось, опасность миновала. Но в 6 часов утра вода вернулась. И прямо сейчас сохраняется опасность выхода из строя подстанции. А значит, света может лишиться все междуречья. Одновременно воду откачивают 5 машин. Рукава, пока можно было, разворачивали вручную. Но потом понадобилась и лодка. С помощью малого судна доставили шланги на дамбу. И результат кратно увеличился. Сейчас плавсредство поедет на помощь к другим. Надо было через глубину рукава перекинуть. Потому что там очень глубоко было. И сейчас вода уходит на дамбу. Через дамбу. И отсюда скачивается. А вообще достаточно плавсредств? Потому что всю ночь МЧС обращалась к жителям, чтобы тоже помогли с лодками. Да, достаточно. Много волонтеров тоже помогало. То есть люди помогали, да? Да, помогали, конечно. Рядом с Зеленского 34 есть удивительный частный дом «Полевая-1». Единственный на этой улице. Еще и с первым номером. Сидит в низине, каждый год плывет. Но хозяева оптимистичны. Для какой цели вы качаете лодку? Доплыть до дома. До дома доплыть? Да, до гаража. А что в гараже? Машина. Как вы думаете, они еще живы? Конечно. Реанимируете? Сто процентов. Междуреченский Рубикон сейчас находится в центре улицы Выгонной. Преодолеть этот перелив решаются не все и правильно делают. Глубина на пол колеса машины. На примерном тротуаре почти по колено. Где номер взяли? Да здесь нашли. Нашли? Отдадите кого-нибудь, да? По гору. Объехать выгонную лучше по Ушакова. Там сухо. А гулять лучше вдали от мест подтопления. Глубина по бокам дороги, по шею взрослому корреспонденту проверена на себе. Позвоните детям. Или найдите их сами. Как Ирина Мигунова. Телемикс. Дети – самые частые зрители зрелищной картины. Не чувствуют опасности и воспринимают события как водный аттракцион. Самое большое скопление на Чечеринском мосту в районе затопленного автовокзала. Не кончается туда и поток взрослых любопытных. На Чечеринском мосту будто первомай. Вереницы людей и машин. Любопытные люди со вчерашнего вечера изучают обстановку. Ночью здесь также было не протолкнуться. Кто-то пытался преодолеть брод пешком, а отчаянные водители топили машины. Зря вы, конечно, понесли. Вода с площадки, где обычно уезжает цирк, а теперь домики ищут хозяев, хлынула на улицу Кузнечную. И все другие, что прилегают к дамбе. Это, кстати, единственный участок в городе, который прежде был надежно защищен с двух сторон. Участок между Чечериной и Пушкиной как раз тот самый случай, когда и дамба есть, ее не размыло. Но вода все равно зашла в дома. А дома... Эта избушка теперь доминанта туристического туризма на Пушкинской дамбе. Но здесь слишком много детей. И часто без взрослых. Может случиться всякое. Но самое большое количество людских потоков на улице Пушкина в районе моста. Много пешеходов, еще больше машин. Ведь пока это единственная артерия, которая связывает центр со Слободой и Междуречьем. По пути открываются удивительные сюжеты. Есть даже свое кладбище погибших кораблей, которые теперь смогут остудить только чье-то воображение. Ирина Мигунова, Телемикс. Село Утесное оказалось под угрозой из-за подъема уровня воды в реках. На помощь местным жителям пришел седьмой пожарно-спасательный отряд МЧС. Всех граждан, которые нуждались в эвакуации, вывезли на лодках. Беременную женщину доставили в больницу для оказания помощи. На потопленных территориях находились дети, которые гостили у бабушек и дедушек. Мальчиков и девочек переправили к родителям. Были и те, кто захотел остаться в своих домах. Таких людей обеспечили продуктами, медикаментами и генератором. Операция осложнялась сильным течением в районе моста, но, тем не менее, прошла успешно. Пункт временного размещения гуманитарной помощи развернулся в молодежном центре «Горизонт». Этой ночью там принимали людей, которые пострадали от паводка. Подробности в следующем материале. Владимир живет на улице Кузнечной. В результате ночного паводка дом мужчины сильно пострадал. Уссуриец обратился в пункт временного размещения в молодежном центре «Горизонт», где получил необходимую помощь – кров, еду и одежду. Дом пострадал. Здесь помощь оказывается очень благодарна. Молодежный центр стал островком спасения для многих уссурийцев. В ночь с 11 на 12 августа здесь принимали людей, которые остались без крова. Утром в стенах «Горизонта» насчитывалось 14 человек. Местные жители приносят сюда продукты, одежду, постельное белье, что-то отводят в другие пункты временного размещения. А некоторые вещи пострадавшие разбирают прямо на месте. «Что берут? Пришла мама, две мамы с детьми без обуви. То есть убегали, как могли. Детей обули одели, а сами не из этого. Вот помогли, обувь сразу нашли. Хорошо, вот как раз принесли. Они здесь могут остаться, ну, допустим, перекусить. Чай, кофе угощаем, да? Здесь привозят горячие обеды, так же, как и на подповые. Отличие в том, что у нас здесь пока вот такие сидячие места». Чужого горя не бывает. И эта беда сплотила горожан. Каждый помогает как может – приносит гуманитарную помощь или работает волонтером в пункте временного размещения. «В связи со сложившейся ситуацией я понимаю, что нужно помочь другим людям, как никогда. Помогаю разгружать пакеты, сумки, ящики. Раскладываем все по пакетам, сортируем, фасуем. В общем, такое все». Помним, пункты временного размещения граждан находятся по адресам Блюхера, 36, в Молодежном центре «Горизонт» на Ленина, 80 и в Центре культуры и досуга «Искра» на Владивостокском шоссе, 26А. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Пока это все новости. Напомню, наши материалы вы можете посмотреть на сайте Телемикс ТВ. Не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. Этим вечером с вами была Полина Мельниченко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok